Приветствую всех на своем канале, очень рада вас видеть. Напоминаю, что в разделе сообщества по пятницам я пишу анонс на облиц-консультациях. Если это свободная тема, я пишу, что свободная тема, вы можете задавать три своих вопроса. Если это какая-то конкретная тема, да, с конкретными вопросами, я обязательно их пишу, чтобы вы понимали, да, и можете приходить. И периодически в разделе сообщества я пишу посты, либо необходимый анонс. Не пропустите, почему я про это все время говорю, я все время удивляюсь, потому что я пишу, и когда наступает какой-то момент, и я делаю опрос, мне все время находится комментарий, когда пишут, что я про это не знаю, либо я это пропустила, либо еще что-то. Вот чтобы не пропускали, да, каждую неделю, разгорелось, не разгорелось, разгорелось, а пишу об этом анонсе. Итак, сегодня позиции, видите, голубой, красненький, зелененький, камешки, видно, видно, видно. Расклад мы будем делать с вами на тему «Ваши сомнения». Очень часто у нас появляются сомнения, особенно когда надо принять какое-то решение, либо у меня закрались сомнения, да, такое выражение у меня идет. Вот, мы сегодня с этим давайте посмотрим, да, то есть ваши сомнения, откуда они, почему, для чего. Вот это вот мы будем сегодня смотреть. Хочу такую вещь сказать, не знаю, насколько вам это нужно знать или нет, просто у меня какая-то констатация фактов о том, что в последнее время я смотрю, что просмотр раскладов снизился. И это, конечно же, вопрос не к вам, да, а вопрос ко мне, но в принципе я понимаю причину, и она связана с тематикой. Так вот, на этот счет хочу сказать следующее, следующее, такое, как, я не знаю, анонс. Я для себя решила в этом году, в начале 2023 года, что я весь год буду делать те расклады, которые интересны мне. То есть те темы, возможно, те вопросы, с которыми я встречаюсь, то есть то, что беспокоит меня. Одним словом, темы, которые интересны мне. И поскольку я понимаю, что то, над чем заморачиваюсь я, возможно, многим это будет неинтересно, поэтому количество просмотров падает. Но если вы посмотрели этот стат, и он вам понравился, можете его, конечно же, порекомендовать. Это тоже повысит рейтинг просмотров. Хотя для меня это, если честно, да, я уже неоднократно говорила, я на первых порах, возможно, я заморачивалась на этот счет, да, как сделать так, чтобы больше подписчиков, было больше просмотров. А потом как-то я поняла, что мне в этом хорошо. То есть то, что я делаю, я от этого получаю удовольствие, а мне это нравится. И если есть люди, которые на это созвучно, они придут. Если не приходят, значит, это просто людям неинтересна данная тематика. По разным причинам. Кто-то, может, не готов, кому-то не нравится копаться, да, то есть считает, что ну и так в жизни не очень-то хорошо, а тут еще вот это вот все изнутри выходит, да, либо я там, не знаю, веду психолог или еще что-то. Ну, то есть причины у каждого свои. В общем, я хочу сказать, что темы, которые я буду делать в этом году, это темы, которые близки мне. Это не говорит о том, что за прошлые года я делала темы, которые мне не близки, но были названия, да, такие, которые не совсем не откликались, вот, но на них было большое количество просмотров, да, то есть надо было просто выбирать, либо тебя будет смотреть много людей, вот, и ты от этого получаешь финансовую какую-то прибыль, определенно, да, от YouTube тебе платит, либо ты делаешь то, что ты хочешь, и у тебя будет мало просмотров. Вот я очень долгое время, если честно, это вот сейчас мне нужно для начинающих коллег, да, говорю этот момент, я долгое время заморачивалась, что будет, да, как говорится, пойти к умным, либо пойти к красивым. Конечно, в итоге я решила, что я буду делать то, что я хочу, потому что я пришла в это пространство надолго, вот, и если я буду делать то, что нравится другим, то я, у меня быстро попадет интерес, поэтому делай то, что нравится мне, и, в принципе, люди, кого заинтересует, придут. Вот такое вскопление для тех, кто их слушает, а кто не слушает, тоже, в принципе, я ничего не теряю, того, что я сказала. Итак, мы с вами приступаем к позиции номер один, голубенький камешек, сомнения, смотри, да, ваши сомнения на момент здесь и сейчас, на момент, когда вы смотрите, потому что если вы посмотрите, там, не знаю, повторно, через какое-то время, ну, во-первых, вы услышите что-то другое, как устроен наш мозг, либо можете выбрать другую позицию, да, и тоже услышите что-то другое. Поэтому смотрим в разрезе момента здесь и сейчас всегда. Какие у вас, какие у вас сомнения на данном, этапе единички, во всем как и так, сомнения, которые связаны, либо с профессиональной сферой, да, с вашим мастерством, то есть непосредственно какие-то вопросы по отношению к самому себе, в той профессии, в которой вы реализовываетесь, либо в том деле, в котором вы реализовываетесь, либо эти сомнения связаны с какими-то бытовыми вопросами, то есть с тем, что вы сталкиваетесь в каждодневной своей жизни, бытовой жизни, то есть речь идет либо о профессионализме, как следствие, вопросы к самому себе, саму себе, либо это бытовая жизнь. Ну, давайте уточнем, о чем здесь речь. Речь идет о том, что по тройке кубков не хватает, не хватает какого-то праздника, знаете, не хватает эмоций, не хватает эмоций. Каких эмоций вам тут не хватает? Интересно, выходит о комичей, это о том, что вам этого не хватает? Нет, это говорит о том, что вам нужно завершить, завершить вот эти вот все требования по отношению к себе, которые причиняют вам дискомфорт. То есть, я тоже скажу, да, какие сомнения сейчас вас одолевают? Сомнения в том, что у вас есть претензии. Претензии по поводу, так интересно, да, я про это, как раз я говорила в самом начале, вот в продолжении получил стать претензией, про то, что, возможно, не получаете столько, сколько вы достойны, да, либо, возможно, что-то происходит на вашей работе не так, как вам хотелось бы, да, возможно, есть какие-то подставы, возможно, какая-то, если вы работаете на наемной работе, какая-то критика, претензия по отношению к вам, возможно, кого-то здесь лишают заслуженной, как это, премии, либо то, что вы ждали и ваш проект не одобрили. То есть, по Петерке Мечей здесь очень много негативных эмоций, которые вызывают внутри вас вот какую-то волну негодования, да, либо здесь может быть критика к самому себе, да, может быть, то есть здесь какую-то, знаете, какая-то завышенная критика, иногда мы говорим по этому аркану, что у нас проходит самоубичевание, но здесь вот какие-то неприятные мысли у вас о самом себе, то ли вы себя осужаете, что вы недостаточно хороши в работе, то ли есть какие-то осуждения и претензии к другим по отношению их отношения к вам, вот именно касательно того дела, чем вы занимаетесь. Либо наоборот, если это бытовая жизнь, да, то здесь вот очень много претензий может быть в плане того, что вот тут все я делаю, мне никто не помогает, никто не оценивает. То есть, знаете, ощущение того, здесь идет проявление эго в плане признания своей важности, то есть есть необходимость эго-признания ваших заслуг, да, то есть ожидание, я бы так сказала, ожидание того, что кто-то оценит и признает то, что вы делаете. И вот на основе этого здесь могут быть как раз-таки и обиды, да. Обиды, и вот на основе обид может быть здесь какое-то недопонимание, какие-то ссоры, конфликты, как я уже сказала ранее, претензии. Вот это все, оно должно завершиться, и у вас возникают сомнения на этот счет, то есть, а правильно ли я поступаю, что вот думаю в этом ключе, что эти эмоции, что проживаю эти эмоции. Вот здесь не хватает как раз-таки другой энергии, которая бы сбалансировала и компенсировала, я бы так сказала. Вот это вот вашу пятерку мучей, это энергия тройки кубков, да, это вот именно некой такой дружбы общности, да, когда ты, возможно, разделяешь обязанности с кем-то, да. То есть здесь вот поддержка, дружба, договоренность, понимание, какие-то более легкие энергии, противоположные как раз-таки той важности и значимости, которая у нас проходит по пятерке мучей. То есть сомнения здесь идут по поводу вот именно профессиональной сферы, да, могу сказать, если как вариант, что я хочу, чтобы было все легко, я хочу, чтобы все было так, как я представляю себе в голове, но по факту получаю вот не совсем то, что я хочу, а наоборот, я бы сказала, такие достаточно болезненные мысли. Вот, это если профессиональная сфера, если это бытовая, то примерно то же самое. Я не совсем понимаю, зачем я вообще это делаю, зачем я вкладываю, зачем я занимаюсь одним и тем же делом, и при этом это никто не ценит, это никому не нужно. И я чувствую вот этот вот груз какой-то ответственности, да, за дела, которые должны происходить в доме, но мне хочется легкость, да, мне хочется как-то, не то, чтобы все бросить, а хочется, чтобы это приносило более позитивные эмоции. Вот об этом идут ваши сомнения, единички. Откуда, откуда они? Король кубков. А здесь, знаете, интересно, откуда идут эти мысли. Король кубков говорит о любви, о наполненности, а в эмоциях, умении управлять эмоциями, то есть понимание, да, тех состояний, в которых он проживает. И только педагли у нас говорит о каких-то новых начинаниях. Я могу предположить, что вот ваши сомнения, они связаны как раз-таки с тем, что, возможно, вы переживаете по поводу того, что либо хотите, чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь, в той сфере, о которой мы говорили, либо что-то новое, знаете, вот что-то новое входит в вашу жизнь, и вы начинаете как-то тревожиться. Здесь получается так, что вы как будто бы то новое, которое просится, либо хочет войти в вашу жизнь, оцениваете через призму какого-то негативного аспекта, то есть через пятерку мячей. А хочется, чтобы вот это вот новое, да, мы как будто бы оценивали через тройку кубков. То есть, о чем я здесь? О том, что наше восприятие ситуации в мире дуальности, оно либо окрашивается в минусе, да, мы воспринимаем, что нет, нет, это плохо, это вот какой-то негатив, это неудача, и в еще что-то. Либо наоборот оцениваем в позитив, да, что это успех, это удача, это что-то такое хорошее, вот, это что-то такое приятное. И мы вот в этих двух силах, в этих двух энергиях, мы эмоциях, мы периодически колеблемся. И здесь получается так, что ваши сомнения связаны как раз с тем, что что-то новое хочет войти в вашу жизнь, а вы это новое оцениваете как я не достоин получить это новое, потому что я еще что-то не знаю, у меня что-то, то есть у вас появляются какие-то требования к самому себе, в чем-то. И новое, которое хочет войти в вас, в вашу жизнь, это вот как раз-таки некая такая любовь, это может быть любовь к делу, это может быть удовлетворение и наполненность. То есть может быть здесь такой вариант, что формат вашей работы, он изменяется, да, в нем появляется намного больше каких-то позитивных ноток, да, то есть все больше людей вас поддерживают, все больше людей вас как-то хвалят, хотят с вами общаться, все больше появляется каких-то единомышленников, легкости вот этого вот праздника, но что-то внутри вас срабатывает и включается вот эта терка мечей, которая говорит о том, что не-нет, легко не получится, да, то есть люди не могут мне помогать просто так, есть какая-то корысть, то есть здесь какой-то вот прошлый ваш опыт, он включает вот это вот негативное оценивание, то есть по сути получается так, что жизнь, она прозрачная, да, она такая нейтральная, и вот вы периодически, в одной руке у вас белая краска, в другой черная, и вот вы какую краску хотите, такую и окрашиваете вот эту вот прозрачность своей жизни, здесь получается так, что вам идет жизнь, и вот эта вот прозрачность, и по идее вы должны были ее окрасить в белый цвет, да, потому что 8-й этапе говорит уже о мастерстве, о том, что вы уже многое достигли, вы уже многое умеете, это не начальный этап, но вот эта вот ваша претензиозность к самому себе, за что-то, я не знаю, у каждого это будет свое, и она заставляет вас как будто бы окрашивать в черный цвет, вот это вот неудовлетворение, но это лишь ваше восприятие, и вот эти сомнения, они как раз таки связаны с тем, что вот эта вот новая жизнь, которая идет вам, жизнь наполненная любовью, удовлетворением, какими-то позитивными эмоциями эмоциями в плане достижения успеха, да, получения того, что вы хотите, по каким-то причинам вы ее видите в негативном аспекте, а вот почему вы это все видите в негативном аспекте? Потому что, возможно, долгое время не принимали какого-то решения по тузу мячей, да, возможно, вот все, что вскрывается на данный момент, это достаточно такая какая-то холодная жесткая энергия, и вам хочется как-то ее отстранить. могу сказать, что ощущение того, что что-то новое входит в вашу жизнь, вы от этого отказываетесь. Отказываетесь почему? Потому что вам некомфортно, вам это, не знаю, некомфортно, потому что это что-то другое, это то, что вы бы сами не выбрали. Ощущение того, что входит в вашу жизнь, какие-то энергии, с которыми ранее вы не знакомы, от этого вас вызывает вот этот вот дискомфорт, и вы начинаете тревожиться и переживать на этот счет. Условно говоря, если это, например, друзья бы выбирали одну категорию людей, то сейчас появляются какие-то другие, и вам кажется, что что-то идет не так, что я не соответствую просто к этим, категории этих людей, к этим энергиям, и начинается вот это вот требование к себе и осуждение, осуждение себя. Причина здесь в том, что где-то либо что-то вы откладывали долгое время, либо наоборот все как-то не решаетесь. То есть если не решаетесь быть, то Вселенная решает за вас, что вам нужно двигаться туда. Для чего? Для чего? Ну потому что пришло время быть королевой бедак и королем жезлов. Время пришло, чтобы вы как-то изменились и стали более решительным человеком. Во-первых, чтобы вы изменили свое мышление, да, то есть вот мне не дает покоя вот эта пятерка мечей, которая хранит своей претензиозностью, своим каким-то вот этим вот негативом. Все не так и все не это. Возможно, долгое время вы так жили и через эту призму смотрели на жизнь. А здесь говорится о том, что приходит король жезлов, такой, знаете, человек уверенный. А вопрос у нас, который мы рассматриваем, как раз-таки про сомнения. То есть вы склонны были больше к колебанию, к неуверенности, к тому, что, знаете, вы как-то раскачивались и не принимали решения. То есть оставляли вот прямо до самого критичного момента, когда ситуация как будто бы сама с собой разрешалась. А сейчас пришло время, что вы должны стать решительным человеком, да, вы должны принимать решения не тогда, когда уже вот не принять не получается, а вовремя принимать решения. Вы должны как-то вот гореть этим огоньком, да, светиться. Вам не хочется здесь. Вы должны стать человеком заметным этому миру, а вам не хочется. То есть я говорю, здесь такие энергии, не то что вас, вам может казаться, что у вас нету вот этих подлитерских каких-то качеств, либо что у вас нету качеств человека активного, который постоянно чем-то увлекается, интересуется. Человеком, возможно, который любит спорт, а вы, например, всю свою жизнь верили. Но у вас было такое восприятие, что вот я, спорт и я, это вообще какие-то разные моменты. А здесь получается так, что ваша жизнь входит в то, что спорт является либо активное какое-то движение, физические нагрузки, для вас это будет являться естественным каким-то процессом. Я не говорю о том, чтобы ходить в спортзал, да, это может быть какие-то новые увлечения, активные, да, то есть ваша жизнь, она должна стать более активной. Вам это некомфортно, это не ваша энергия. И вот поэтому вот это новое, которое приходит к вам, да, вы сопротивляетесь этому, потому что оно вам пока не вон не сон. И еще раз скажу, выбор был за вами, либо вы решаетесь идти в это новое так или иначе, либо вас, ну, условно говоря, вынуждают, да, то есть мир решает за вас, в данном случае решение уже приняло. И вас направляет, то есть в вашем окружении появляются такие люди, которые вынуждают вас на активность, вынуждают вас на принятие какого-то решения, вынуждают вас на коммуникацию, то есть больше общения стало появляться. Не знаю, может быть, кто-то вас начал как-то рекламировать, а вас что-то говорить, и к вам больше, ну, не знаю, клиентов стало приходить. То есть, а вы по своей натуре такой, знаете, человек, оставьте меня в каких-то, в какой-то моей, например, интровертности, мне и так хорошо, а тут вас и сюда приглашают, и туда приглашают, и отказаться не получают. То есть какая-то, знаете, такая вынужденная позиция того, что вот вас выбрасывают в свет, да. И королева пентаклей говорит как раз о том, что время пришло получать эти пентакли. Вы сослужили, но здесь, возможно, вы не принимаете, то, что вы себя не считаете мастером, это сто процентов. Почему я говорю сто процентов? Потому что ваше отношение к мастерству здесь идет такое, что я, не то чтобы вы не принимаете, вы знаете, что вы хороший профессионал, но как-то, как хочется сказать, не кичитесь этим. И поэтому, опять-таки, если вы это примете, да, причем публично, здесь ощущение того, что я должен потом этому соответствовать. А я не хочу. Не то, что вы не можете соответствовать, а вы не хотите. Потому что это как будто бы вызывает дополнительную, какую-то ответственность, дополнительные движения надо делать, а вы не хотите. Ну, это условно говоря, допустим, на работе вы понимаете, что вам могут дать повышение, а вы говорите, не я, ну зачем мне это вот, лишний геморрой не надо. Да, я компетентен в этом, да, я могу решить это. И да, я могу это решить достаточно легко и просто. Ну, зачем мне лишний какие-то вот, не знаю, лишний забот. Вот оставьте меня в покое. Здесь про это, здесь говорится про то, что оно не получится уклониться. И здесь вот ваши сомнения, если подытожите сказать, они связаны с тем, что вы не принимаете новизну, вы не принимаете то новое, которое приходит в вашу жизнь. Да, в данном случае, король педагог. Возможно, вы хотите какой-то финансовой стабильности, да, либо достатка, либо, я не знаю, комфорта, уюта, пускай даже не материального, а вообще в жизни, и вам это готовы дать. Но вы это как-то, знаете, вы это хотите получить уже в готовом виде, но пройти и так к тому, чтобы, как я так сказать, получить, я готов, да, но вот встать и протянуть руку, чтобы это взять, не готов. То есть вот если мне придут и дадут, то да, здесь нету готовности. То есть вы как будто бы, знаете, как в мечтах, да, я могу об этом помечтать, я могу об этом подумать, но как-то вот представить, что я буду в этом жить, мне некомфортно, потому что здесь должны произойти внутренние изменения. Некомфортно вам, потому что эта энергия, она, эти вибрации, они вам не в унисон. И чтобы они были в унисон, они на вас давят, вы это ощущаете. Давят в каком плане, что вы понимаете, что вы сонастроитесь, как будто вы с этими энергиями, хотите вы это или нет, а вы не очень хотите, потому что вам нужно менять, вам нужно менять свою обыденность, вам нужно что-то поменять в себе, не работать над этим, а это вот какая-то, знаете, подписанная меня в инстаграм, я выкладывала один раз ролик Норбекова, который показывал эксперимент с маятниками. И он говорил о том, что вот когда один маятник ставишь, он идет в своем ритме, когда второй маятник ставишь рядом, они могут идти вот в разной вот такой вот частоте, амплитуде, но стоит поставить только третий, то есть третья уравновешивающая сила, как она каким-то магическим образом начинает влиять на эти два маятника, и они все сонастраиваются. И в конечном итоге получается так, что они все движутся в одном направлении, втроем, хотя до этого они все двигались в разном направлении. Здесь вот примерно вот эта вот сила, она на вас действует, вы это чувствуете. Потому что получается, вы понимаете, что вы не в унисон с тем пространством, которое новое, которое к вам идет, и под его влияние, влиянием вот именно соностройки, вы изменитесь, вы этого не хотите. Вы понимаете здесь, какой интересный момент, вы осознаете ценности этого. Нельзя сказать, что вот то, что вам дают, это что-то негативное, это позитивное. Но вы от этого позитивного отказываетесь, потому что вы не хотите себя менять, вы не хотите свои устои менять, потому что вы, не знаю, либо считаете, что вас и так все устраивает, либо наоборот, вы к тому, что имеете сейчас, очень долгое время шли. И вот как будто бы, знаете, жалко вложено вот туда в себя, да, то есть вот как будто бы, не знаю, есть, в том, что вы имеете сейчас, есть большая важность у нас. Вот пока есть вот эта важность и значимость, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькая мукашка. Мы смотрим двоечки, ваше сомнение, королева жезл. Здесь вы сомневаетесь в себе. Сказала, сомневаетесь, и выпадает аркан влюбленный. В чем именно? В чем именно? И пуску. Смотрите, здесь ваши сомнения, они будут связаны с вашим эмоциональным фоном. То есть они могут быть, иметь отношение к тому, что способна ли я любить, будут ли у меня отношения, будет ли у меня та любовь, которую я хочу, если это касается личной жизни. Если это касается каких-то других сфер вашей жизни, то здесь очень много переживаний и сомнений по поводу вывода, по поводу вообще анализа той ситуации, в которой вы находитесь в загаданной парней сфере. Почему, с чем здесь, откуда вот эти вот сомнения? Ну, они как будто бы идут из вашего прошлого. Здесь такое чувство, что и маг, Штрёка Куков и маг говорят о том, что я как будто бы долгое время, знаете, причем действительно долгое время, прям вот и со всей юности, может быть, из детства, вот откуда ты, а может быть, из прошлой жизни. Вы как будто бы не получаете то, что вы хотите. Вот есть у вас внутреннее какое-то ощущение того, что вы идете правильно, вы идете верно путем. И по идее у вас должно все складываться хорошо, так как вы идете по зову своей души. Но в реальности это не получается. Не получается получение того, что мы же задали вопрос про сомнения, потому что у вас действительно в голове есть эти сомнения. То есть в сердце все понятно, там полная гармония и единение, а в голове появляются сомнения. Поскольку голова не может договориться, то есть в ваш разуме не может договориться с душой для того, чтобы воплотить вот это все, вы не получаете в реальности того, что вы хотите. Я могу сказать, хочу сказать, в чем причина, да? Казалось бы, что причина, в принципе, она связана в голове, потому что есть сомнения. Ведь в голове же они не просто так сомнения эти появляются. Вы же не просто сомневаетесь, почему у вас рождаются вот эти вот две противоположные мысли, и вы не можете определиться. Нету, знаете как, здесь в вашем случае с душой все окей, все нормально, здесь не надо вообще никак сомневаться. Вот все, что связано с головой, вы как будто бы не принимаете решение по поводу того, что вы хотите. То есть вы, знаете, вот есть мечты, но эти мечты я не перевожу в цель. То есть вам как будто бы проще о чем-то мечтать, о чем-то фантазировать, воображать, но превратить это в цель и начать действовать, вы это не делаете. И вот чем больше откладываете, здесь нету готового, как это не то, что этого, нету принятого решения. То есть вы как-то все не решаетесь. И поскольку вы не решаетесь на действие, это все находится в голове, и чем больше оно там сидит, тем больше оно сомневается. В конечном итоге вы отказываетесь об этом. Почему вот этот выбор, эти сомнения из прошлого, вообще откуда они, откуда ноги растут? Из каких-то кризисных ситуаций, в которые вы попадали неоднократно из-за своей какой-то вот мечтательности, из-за своих каких-то фантазий. То есть хочется сказать, да, возможно, вы пробовали как-то вот реализовывать свои вот эти вот идеи, мечты, ну а кроме как краху, они вас не приводили ни к чему. Здесь вот есть вот это вот рассогласование, да, то, что вот я сказала, как раз и десятка питания на дне. Именно материи и энергетики. Немножко разные вибрации, да, то есть в энергии, и они более высокочастотные, а материя, она более такая пассивная, да, не то чтобы пассивно тяжелая, да. То есть процессы реализации происходят на много дольше, чем в голове. И здесь могут быть такие моменты, что вот вы что-то себе представляли, начинали это делать, не получали сразу результата, а разочаровывались и отказывали. отказывались от своего желания. И здесь надо было просто продолжать, надо больше времени, да, потому что вот вы что-то делали, как-то вот усомнились, и все, и отказываетесь. А вот этими своими сомнениями, да, вы как будто бы ставите палки себе в колеса, вы начинаете мутить эту гладь. Вот мне показывают, знаете, как, не знаю, как показать здесь какое-то некое такое пространство, да, в котором есть штиль. Вот вы забросили туда свое вот это вот намерение, и потом нужно было быть в таком, знаете, спокойном состоянии, чтобы лишний раз не поколебать своими какими-то вибрациями негативными вот это вот намерение, чтобы она вот в этом штиле пространства очень хорошо и гармонично вписалась, и дальше она в потоке двигалась к достижению материализации. Но как только вот это вот ваше намерение, оно вроде бы вписалось в это пространство штильное, такое спокойное, у вас сразу пошли какие-то сомнения от головы, а вдруг не получится. Оп, и появилась первая волна, а вдруг там что-то не так, вторая волна. И в конечном итоге вот это вот спокойное пространство, которое было, оно начало накрывать одной волной за другом, и вот хочется сказать, что вот это вот ваше желание, оно как будто бы потопилось. То есть представьте, море такое, знаете, тихое, и на нем вот этот бумажный корабль. Бумажный корабль – это ваше намерение, ваше желание. Вы его запустили, и по идее надо было просто ждать ветра, перемен, который вот как-то подтолкнет этот кораблик, и будет некое движение. Но вы его только отпустили, и сразу сомневались, а вдруг не будет ветра, а вдруг она намочится, и этот кораблик, и потонет, еще что-то. И вот эти вот сомнения, они запускают новую волну. То есть эти мысли, они запускают новую волну, поскольку мысли, они негативные, они имеют больший вес, нежели вот этот вот ваш кораблик, то есть он более легкий, он еще не сформированный. И вот эти вот негативные волны, которые опускаете, они как будто бы накрывают этот кораблик, он намочился и потонул. И в конечном итоге ничего не получилось. И вы сделали вывод как раз таки о том, что вот эти вот мои мысли, вот эти вот мой выбор по семерке кубков, он приводит лишь к пятерке педагоги, он приводит к тому, что есть какие-то кризисы, есть какие-то сложные моменты, и в принципе я очень много вкладываю энергии, но по факту я ничего не получаю. Чего бы это ни касалось, личной жизни, профессиональной, финансы, неважно. Здесь принцип один, что то, что я делаю, оно никогда не получается, да, то есть никогда не получается так, как я хочу. То есть если какие-то мои мечты, они никогда не воплощаются. И вот на основе этого идут какие-то сомнения, вы начинаете сомневаться вообще в своих мечтах. То есть а почему я вообще это мечтаю, о том, что никогда не воплотиться, не воплотиться не потому, что вы не хотите, а потому что здесь скорее всего вы являетесь сами себе врагом, то есть вот этими мыслями. Надо понять, откуда в голове, в принципе я сказала, что вы как-то, у вас нет уверенности, решительности. Вот я так решил, все, я больше это не подлежит анализу, сомнения, возврату ничего. Так бы решил, все, так оно и будет. Здесь у вас позиция такая достаточно мягкая. Вот, например, когда родитель говорит, что ребенку, что нет, 9 часов ты уже не выйдешь, на улицу сильно. И вот начинает ребенок манипулировать, для того, чтобы получить, что он хочет. Он начинает плакать, вы вроде бы более-менее спокойны, потом начинает создавать какой-то шум, для того, чтобы обратить на себя внимание. Вы включаетесь в его игру, начинаете раздражаться. Он начинает вам там обещать, горы, что вот я вот так сделаю, что я приду, и все такое. У вас он постепенно начинает включаться сомнения, или он начинает вас как-то осуждать, говорит, ты плохая мать, вот у других начинает сравнивать, у других разрешают, а мне не разрешают, вот там, я не знаю, я тебя там не люблю, любые способы манипуляции, чтобы ввести вас в игру. В конечном итоге, в силу своего характера, вы подаетесь на уловки, вот на эту игру манипуляции вашего ребенка, и она приводит к тому, что он получает то, что он хочет, вы разрешаете, и он уходит туда, куда он хотел, вот, но вы стали вот в эту позицию, что, с одной стороны, я все-таки хочу порадовать своего ребенка, потому что, да, я помню, я тоже был в таком возрасте, я тоже хотел там, не знаю, встретиться поздно, мне тоже не разрешали, то есть есть эта память, я не хочу, чтобы со мной так же поступали, с другой стороны, со стороны логики более взрослого человека, вы понимаете, что есть, ну, определенные опасности и риски, и вот в 9 часов ночи, идти в ночь непонятно куда, к кому, тем более, что если это девочка, это вот возможно опасно, то есть вот какие-то такие мысли у вас идут, у вас появились сомнения, почему, потому что вы до конца не держали свою позицию, то есть сказали один раз, это может быть в отношении, да, обиделись, например, на мужчину, все, я с тобой не буду разговаривать, ну, один день не разговаривайте, на следующий день он принес вам там цветочки, так, не знаю, подарочек какой-нибудь, стал подмазываться, и вы вроде бы его и простили, ну, а что держать обиду, и так далее, и так далее, человек понимает, что окей, вас очень легко вами управлять, то есть он нашел те рычаги управления, нажав на которые, вы уступаете свою позицию, то есть здесь речь идет об этом, здесь о том, что вот у вас нет четкой позиции, я так сказала, все, пусть мир перевернется, я свое мнение не поменяю, я не говорю о том, что вы должны быть категоричными, я говорю про энергию, чтобы вы внутри себя ощутили вот эту вот уверенность, начали какое-то действие, например, я не знаю, сели на диету, да, даже не на диету, на правильное питание и уход за собой, обозначили для себя, что вот я вот пока нет обычного результата, я себе ничего не позволю, все, и там вопрос дальше дисциплины, вот ощущение того, что вам этой дисциплины не хватает, потому что нет уверенности, и какой-то вот решительности, вот здесь про это, для чего вообще вам эти сомнения, ведь они вас к чему-то хочет девятка кубков и отшельник, для того, чтобы вы нашли какой-то ответ для себя, связанный с тем, вот видите, как раз я король пендакли и выпал, как соединить вот это, вы знаете, состояние души, удовлетворения, наслаждения, когда мне хорошо, кайфово, и с другой стороны, именно короля пендакли, то есть вот этот вот материальный комфорт и уюль, то есть вы ищете ответ, как можно, вот если проще сказать, как можно соединить духовное и материальное, как можно соединить голову и сердце, то есть как не разделяться, как не развариваться, как не сомневаться, вот как не входить в эту дуальность, что вам в этом поможет, вы этот ответ ищите для себя, вам в этом поможет Ярафан и переосмотр вашего мировосприятия, то есть вы можете, можете находиться вот в этом балансе, да, и чтобы было и удовольствие, чтобы были деньги, чтобы вам, например, и работа нравилась, и в то же время вы много работали, там, я не знаю, разные моменты, вам нужно пересмотреть ваше мировоззрение, пересмотреть, здесь есть какие-то убеждения, то есть то, во что вы верите, которые, имея их на данный момент, вы не сможете прийти к этой гармонии, к этому балансу, потому что вы верите как будто бы в диаметрально противоположные вещи, и в зависимости от того, во что вы верите, ваш мир и отражает вам ваши мысли, то есть если вы верите, что, там, я не знаю, я, например, плохая мать, да, а с другой стороны, например, вы чрезмерно заботливые, да, то вот это абсолютно две противоположные диаметральные вещи, вам нужно прийти к какому-то общему консенсусу, для этого вам нужно иной взгляд на мир, вам здесь нужны знания, знания не в плане того, как, знаете, как, возможно, есть писания, да, духовные какие-то знания, а эти знания, они должны быть более, как-то вот реалистичны, чтобы они не уходили в духовность, безусловно, вот все, что связано с духовными знаниями, они имеют под собой основу, но это только для тех людей, которые, знаете, хочется сказать, доросли до того уровня, когда они не просто могут это понимать, они могут жить в соответствии с этими мыслями, и поскольку они живут в соответствии с этим, ну, у них образ жизни на основе тех мыслей, в которые они верят, да, вот что-то такое возвышенное, то и мир преображается, но это очень высокий уровень, и хочется сказать, что, ну, то чтобы это не дано многим, но не все могут это воплотить, давайте так скажу, и у вас есть задел вот именно вот на эти духовные мысли, ну, как их, например, вот это выражение «по вере ваше и воздастся», да, как вам это сделать на более какой-то вот, на более приземленном уровне, вы не знаете, у вас нет этих знаний, то есть здесь, проще говоря, вам нужно найти какие-то знания для себя, которые соединяли бы вот эти две теории, которые, по сути, хоть они и диаметрально противоположные, но они взаимодополняющие, кто проходил у меня курс древой жизни, это вот как раз-таки две сферы, это бина и хокма, это мужское начало и женское, и вот их соединение, как раз-таки на этом пути у нас находится аркан императрицы, то есть умение соединять вот две абсолютно идеально противоположные силы, которые взаимодополняют, но они абсолютно противоположны, вот вам нужно найти такие знания для себя, я не буду сейчас говорить, на что нужно посмотреть, потому что это ваш путь, вот вам нужно найти эти знания, когда вы их найдете, осознаете, сможете применить их на практике, не просто их осознать, в голове понять, а применить на практике, тогда вы сможете найти здесь как будто это задача вашей жизни, на это воплощение это ваша задача, то есть как сгармонизировать, но здесь вопрос не гармонизация, а здесь вопрос именно понимания закона, это намного выше уровень, то есть вы поднимаете и сверху потом смотрите на вот эти вот земные материальные вещи и они меняются, они меняются не под вашим каким-то желанием, а через понимание устройства этого мира, вы как будто, вы знаете, научаетесь как-то использовать эти силы, я сложно сейчас говорю, потому что знания, о которых мне здесь повествует сейчас, они, надо их любить готовыми, понимаете, не то что они сложные, они, они как-то сказать, как по-другому звучат, и ваше, как это, не натренированное ухо, да, это не услышит, как мы говорим, например, нет музыкального слуха, нет, как бы ты, нет, нет музыкального слуха, как бы ты не слышал, ты петь не сможешь, ты не будешь попадать в ноты, петь не будешь, но в ноты ты попадать не будешь и будешь фальшивить. Вот у вас сейчас идет вот этот фальш, как будто вы не можете сонастроить вот свой голос, вот это вот пение, то, как вы поете, с нотами. Для этого вам нужно познать эту музыкальную грамоту, да, чтобы хоть как минимум, пускай не будет голос, но вы хоть будете попадать в ноты, да, вы будете понимать, то есть будет какой-то унесон. Вот здесь вот про это. Вам нужно найти эти знания. Я, знаете, хочу сказать, иногда умышленно не подсказываешь по причине того, что, ну, потому что я не хочу, а потому что это ваш путь, понимаете, это задача. Не когда вам что-то дают, а когда вы сами находите. В этом есть особая ценность, в этом есть особое удовлетворение, что я нашел, да, я, вы как-то это оцените по-другому. Оцените и будете как-то использовать это, и вашу жизнь не смените. Но когда вы получаете готовое, а вы к этому не, то есть готовую информацию, да, подсказку, а вы к этому не готовы, вы не сами пришли, вы получили это готовое, вы это не оцените. Например, вы целый день голодали, и потом вам дали еду. И вот вы с такой жадностью, хочется сказать, на нее набросить, потому что вы оценили через голод, да, что есть наслаждение едой. А другое дело, когда, я не знаю, вы не голодали, и у вас постоянно, там, каждые два часа, корни-корни, в какой-то момент придет это пресвещение, что нет, я не хочу кушать, у меня нету чувства голода. Вот здесь вам не хватает вот этого чувства голода, для того, чтобы видеть эти знания, найти. Немножко загадочно, но я сказала в самом начале, да, вступление этого ролика, что цель моя на этот год, она изменилась. Я буду делать те расклады, которые темы интересны мне. И это в концерте того, что информация и энергия сейчас на данный момент в моей жизни меняется и трансформируется. Она становится еще более как-то скоростной. и поэтому многим может быть некомфортно сейчас с тем, с той информацией, с той подачей, которая сейчас есть. Многое может быть непонятно. Просто потому, что то, что я транслирую через себя, пропуская и говорю вам, это немножко другие энергии для меня самой. Поэтому вам тоже в передаче, может быть, мне все понятно. Так, позиция номер три. Ваши сомнения, троечки. Колесница, движение. Движение по направлению к императрице. Если мужчина, вы мужчина, то по направлению именно к такой идеальной женщине, которую вы хотите. Если это женщина, то здесь идет ваше сомнение по поводу того, как прийти к состоянию этой императрицы. Как прийти к таким качествам, где вы будете ощущать себя уверенной, где вы сможете реализовывать свои желания, где вы будете наслаждаться той жизнью, которая у вас есть. И при этом, хочется сказать, знаете, ощущение какой-то такой роскошности. Это может быть роскошность вашего характера или вашего образа жизни. Что-то такое вот богатое, изобильное. Как можно прийти к расширению, к увеличению, к преумножению. Вот здесь об этом ваше сомнение. Почему? Почему у вас сомнения? Такие. Пашпиндаркли. Четверка кубка. Потому что на данный момент вы находитесь... Знаете, так интересно иногда о картах, когда читаешь их на уровне энергетики. Четверка кубков, она говорит о человеке, который находится в том состоянии, когда меня не удовлетворяет жизнь. Вот в таких энергиях, в которых они есть сейчас, она меня не удовлетворяет. Я ничего не хочу, оставьте меня в покое. То есть я уже много чего пробовал, много чего знаю, это не работает и вообще я ничего не хочу. И вот вы представляете, вы в такие вот угрюмые, в этой энергии идете по улице, ясное дело, что ваша осанка и ваш взор обращен под ноги. Да, то есть осанка не ровная, не прямая, а наоборот сгорненная. Вот вы идете, голову опустили, смотрите под ноги. Какова вероятность того, что какой-то необходимый вам знак, который будет на уровне небес, то есть будет на небе что-то, я не знаю, в виде облака какая-то подсказка, да, либо просто на каком-то доме будет необходимая вам подсказка, да, либо та работа, которую вы ищете, ну она, например, находится там на пятом, на десятом этаже, и там вывеска, вы ее не видите, потому что вы смотрите под ноги. И вот здесь вот речь идет о том, что когда ты находишься вот в этой четверке кубка, да, когда твои вибрации низкие, то есть когда для реализации чего-либо нам необходима энергия, свободная энергия, не та энергия, которая покрывает наши потребности на сон, еду и на передвижение в пространстве, а свободная энергия на реализацию достижения чего-либо. Вот основная энергия, да, базовая, она у вас есть, да, вы можете передвигаться, можете есть, подсюда у вас грусть, но для реализации того, что вы хотите, в данном случае императрицы, у вас нет этой свободной энергии. Почему? Потому что вот в четверке кубков вы же не случайно находитесь в таком импатческом состоянии, потому что ваше тело, как физическое, ментальное и все остальное, оно зашлакованное, то есть четверка кубков говорит о токсичности, ваше тело, оно наполнено токсинами, это могут быть как еда, это может быть ментальные токсины, вы думаете в негативном ключе очень много, либо очень много негативных каких-то новостей вокруг вас, фильмы, которые смотрите, то есть то, что забирает у вас энергию, и вам не хватает на реализацию, поэтому ваше сомнение по поводу, по колесничьему, смогу ли я достичь состояния императрицы, в таких энергиях не могут быть. Вам первое, нужно выйти из этой четверки кубков, для этого вам нужно научиться по пожутой даге, то есть получить шанс, как я это могу сделать, всегда начинаем со своего здоровья, то есть что такое здоровье, это гармония всех пяти стихий, из которых состоит сам человек, то есть сгармонизовать, сбалансировать, очистить от того, что забирает у вас эту энергию, либо наоборот, то, что способствует вот этим процессом гниения внутри вас, это может быть пища, это может быть очень много стресса, то есть гормональный какой-то сбор, то есть до тех пор, пока вы не будете здоровы, до тех пор, пока вы не будете гармоничны, у вас не будет желания что-либо сделать, потому что нет энергии, то есть как маленький ребенок, который очень-очень подвижный, у него еще нет этой зашлакованности, поэтому весь день как делка в колесе, как пчелка, и при этом он не устает, иногда сидишь и думаешь, какой же ребенок гиперактивный, когда ты уже устанешь, у него нет этой усталости, потому что энергия проходит через него, очень гармонично, нету зажимов, нету вот этой зашлаковки, нету барьеров на пути, через энергетические каналы, которые есть, и вот здесь речь идет о том, что ваши сомнения, они связаны с тем, что вам не хватает энергии, то есть проще говоря, вы больны, больны не только, не всегда, скорее всего, подразумевается болезнь физическая, ну то есть я в кровати боли, а именно вот эта вот токсичность, зашлакованность вашего организма, то есть здесь необходима чистка физическая, через исправление, через гармонизацию, сна, воды, еды, это один из, как это сказать, источников энергии, второй источник это наше дыхание, то есть здесь безусловно необходим свежий воздух, поэтому врачи всегда говорили, что прогулки на свежем воздухе, это тоже, они тоже помогают, то есть иногда физические нагрузки, это не только кардиоупражнение, но хорошая активная прогулка на свежем воздухе, она намного эффективнее и полезнее, чем кардионагрузки, то есть когда вот эта вот гармонизация, у вас очистится организм и появится дополнительная энергия, поэтому очистка не только физического тела, но и всех остальных тел, в том числе эмоционального, когда здесь у нас говорится о перегрузке эмоций, о пресыщении каких-либо эмоций, неважно это негативных, позитивных, те и другие забирают у нас энергию, когда они отклоняются от середины, золотой середины, в том числе и ментальное наше тело, которое наполнено здесь, может быть опять-таки либо недостаток информации, либо ее перебой, то есть мы очень много получаем информации, разные, то есть новости, причем не всегда позитивные, либо вообще очень много новостей, либо информация связана с разными учениями, с разными знаниями, читайте очень много книг, перегруз нашего ментального тела, либо наоборот недостаток, недостаток информации, то есть здесь нужно смотреть, и то и другое, это все в совокупности дает нам здоровье, дает нам гармонию, и вам здесь говорят о том, что если вы хотите прийти к императрице, начните с самого малого, начните со своего здоровья, которое я так что описала, то есть откуда ваши сомнения идут, и вот здесь вот необходимость получения знаний по вашему педакли, да, научения, какие знания вам нужны, говорится, педакли, как те, как ту информацию, которую вы будете получать, как вы ее можете материализовать, как вы ее можете за земли, то есть вот то, что я сказала, это не только получить информацию, начать еще что-то сделать, что-то делать для того, чтобы ваши каналы прочистились как энергетически, так и физически, все скромализовалось, у вас появилась энергия, но это когда появится вот эта энергия, иначе она еще выражается, знаете, как через желание, через активность, я хочу что-то сделать, я хочу куда-то пойти, то есть вот это как раз-таки показатель того, что у вас есть вот эта вот свободная энергия, как раз-таки в теле, для достижения каких-то своих реализации, там, я не знаю, мыслей, идеей, амбиции. Так, откуда мы посмотрели, да, ваши сомнения, почему они появляются? Потому что туз-пендакли и четверка-пендакли, потому что, возможно, появляется необходимость, либо шанс изменить как-то свою жизнь, выйти из застоя. Смотри, четверка-кубка, четверка-пендакли, обе говорят про ограничения, про какую-то зону комфорта, удобства, известности, то есть не хватает каких-то перемен, да, каких-то изменений. А там колесницам тоже говорит про прорыв. Прорыв – это когда мы вырываемся из тех сетей известности, да, в которой мы находимся. когда нам хватает смелости и отваги, ринуться вперед в то, что нам не совсем известно на данный момент. то есть эти сомнения у вас появляются тогда, когда вы хотите что-то изменить, то есть мысли о какой-то иной жизни, о какой именно. девятка жезлов и аркан луны и стойкость. Когда вы хотите преодолеть как-то свои страхи, возможно, да, связанные с прошлым. когда ваше прошлое каким-то образом выходит на первый план, она вам напоминает, как-то вот подгоняет вас это прошлое, она вам напоминает какие-то моменты страха, например, как было в прошлом, да, либо какие-то воспоминания из прошлого очень болезненные, эмоциональные, пугающие. вот, и у вас появляется желание это преодолеть, вот тогда, когда у вас появляется желание двигаться. То есть вы как будто бы двигаетесь не к чему-то, а, хочется сказать, убегая от чего-то негативного. Вот когда вы убегаете и говорите, не знаю, пришли к вам эти коллекторы, да, и вот это вот состояние после общения с ними, да, какое-то не очень приятное вы себе говорите, нет, мне нужен новый источник, чтобы быстрее рассчитаться с этими людьми. То есть вы задумывались о новом источнике, до этого момента вы не думали. То есть здесь идет убегание от этого прошлого, да, то есть я не хочу, чтобы замногонялись эти коллекторы, не хочу никому быть должным, вот иметь вот эту ипотеку, я хочу закрыть ее быстрее. Вот это запускает процесс какой-то новизны, то есть убегание от прошлого направляет вас как раз-таки в будущее. И вот это да, мне нужно, и вот следующее идет вот это замирание, а как я это сделаю, а как, как у меня не получится, я не знаю, вот эти вот сразу сомнения включаются в вас. Для чего они вообще появляются, для чего, хотя в принципе здесь мы сказали, тройка мечей, для того, чтобы вы, шестерка жезлов и двойка кубков, для того, чтобы вы пришли к внутреннему своему удовлетворению, своих каких-то потребностей, желаний, для того, чтобы ощутить себя, знаете, на коне, то есть я удовлетворен той жизнью, которую я создал. прожить вот эту вот боль, да, и преодолеть. Аркан стойкости тоже про это говорит, когда мы преодолеваем вот эти вот трудности и чувствуем себя триумфатором, да, чувствуем себя победителем, и это прибор дает нам вот это вот внутреннее удовлетворение, да, двойка кубков, дает нам внутреннее наслаждение, любовь к самому себе, что вот я молодец, да, это внутренняя похвала, то есть у вас сомнения появляются тогда, когда есть какой-то негативный момент, и вам его нужно преодолеть, тогда только хочется сказать, вы как-то вот себя начинаете, не знаю, раскручивать вот этот вот маховик на пути реализации, но еще расскажу, как будто бы как убегание, то есть если бы не было вот этих вот негативных моментов в вашей жизни, да, то ваша жизнь бы она не развивалась, она развивается вот только вот благодаря тройке мечей, вот этой вот боли, такое ощущение, что вот, как это выражение, да, не сыпь ни соль на рану, то есть рана, она у вас всегда есть, и вы как будто бы не стремитесь ее излечить, чтобы она у вас затянулась, почему-то, потому что вам нравится периодически сыпать соль на нее, чтобы вам было больно, и вот вот этого как-то вас подстегивает, да, как-то вот, не знаю, мотивирует, загорается вас, да, то есть вам больно, нет, я вот как будто бы, не то, что я сам себе докажу, а я смогу, у меня получится. Знаете, есть такая категория людей, которые, мужчины, да, которые хотят что-то изменить в женщине, я вот, и мой опыт показывает, что есть две категории, одни те, которые что-то хотят, не знаю, поучить от женщины, и начинают ее как-то хвалить, да, то есть через позитив, какая-то молодец, какая-то красивая, вот, и на тебе платье смотрится прекрасно, а будет еще лучше, вот, если ты пойдешь вместе со мной, там, не знаю, в спортсах, мы будем вместе заниматься, и таким образом будем чаще вместе, то есть начинает хвалить, 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 и тем самым мотивирует человека на какие-то перемены, да, через хвалу, у тебя все получится, я в тебе верю, да, ты будешь ходить в спортсвале, я буду тебя вот прям встречать, провожать, если хочешь, я рядом тоже буду как-то тебя поддерживать и так далее. А есть другая категория мужчин, которые, наоборот, как-то вот через негатив начинают осуждать женщину с целью, не то, чтобы ее только обидеть, а с целью, чтобы она как-то отреагировала и говорила, что и начала как-то действовать, да, то есть начинаете ее, например, сравнивать, да, окей, ты у меня самая классная, самая замечательная, да, но вот смотри, вот это вот, она же научилась там водить, как мужчина, да, в машину, у нее хорошая там реакция, ты посмотри, она умеет парковаться сразу с первого раза, то есть вместо того, чтобы говорить приятные слова женщин, да, как и во души, начинать через сравнение, причем сравнение в минус, и вот к этой категории женщин, да, им нравится, что вот их как будто бы, не знаю, как-то унизили, и тогда они говорят, нет, я тебе докажу, что я могу, я научусь, и они начинают как-то действовать. То есть есть вот такая категория, а есть другая категория людей, ну то есть мужчины и их отношение к женщине, конечно, не случайно, я не говорю, что это мужчины плохие, я просто говорю о том, что вот какая модель есть, да, то есть есть люди, которые хвалят, и они хотят что-то делать, да, вот например, что ты делаешь и, не знаю, получаешь приятную обратную связь, и у меня лично крылья растают, мне хочется еще и еще что-то давать, что-то делать, потому что это приятно, да, такие приятные слова, комплименты, и тебе хочется что-то отдать взамен, да, и ты начинаешь отдавать еще больше. А есть другая категория людей, да, которые вот наоборот начинают осуждать, критиковать с целью, да, что вот я тебе сейчас укажу на твое место, а ты пойдешь и вот будешь что-то делать для себя, работать, я покажу, что вот ты, я не знаю, неправильно читаешь карты, что вот надо вот так, да, и ты меня услышишь, и будешь делать так, как я тебе говорю, и тогда у тебя все получится. То есть вот как-то через критику, через негатив. Вот в вашем случае он примерно вот как второй вариант, да, то есть когда вам на что-то указывают, ну, в данном случае никто, а жизнь вот создает какие-то неприятные ситуации, да, если их так можно назвать, вот у вас как-то, вы как-то мобилизируетесь, да, вот сложную ситуацию как-то собираете, мобилизируетесь и начинаете действовать. То есть пока все хорошо, лишний раз я как будто бы не не пошевелю пятой точкой. А вот когда уже все горит, да, тогда вот как-то начинаете активизироваться. Поэтому вот вам вот это вот и ваши сомнения, они нужны для того, чтобы как-то вы двигались вперед, да. Здесь сценарий вашего поведения такой. Ну, проанализируйте, если про... Понаблюдайте за своей жизнью, когда вы добивались больше всего успеха в жизни, что этому предшествовало. Я могу предположить, что предшествовала какая-то сложная ситуация, там, я не знаю, надо было куда-то переехать, там, не знаю, развод элементарно, да, и мне надо как-то выжить, а я никогда в жизни не работаю. Вот вы вдруг неожиданно находите, идете, ищите работу, раньше вы бы никогда не пошли. Находите работу, находите там, я не знаю, детский сад, школу для ребенка, да, может быть, где-то еще и подработку, тут еще на подработке там появляется какой-то человек, который начинает за вами ухаживать, да, вы как-то вот смотрите на себя, что я хочу быть еще лучше, еще красивее, привлекательнее, начинаете, идете, там, красите волосы, стрижка, там, я не знаю, косметолог, изменяете гардеробу, все такое, то есть вот без этой негативной как будто бы ситуации, да. Смотрите, вот все перемены. Вот в вашем случае вот такой сценарий. Такой расклад у меня был для вас сегодня. Благодарю вас всех за внимание. Жду вас в следующем раскладе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok